Бог в помощь, уважаемые зрители! Сегодня каждый русский думающий человек все сильнее осознает, что нам довелось жить в переломный исторический момент на рубеже различных эпох в истории нашего государства, нашего народа. Мы еще не вполне понимаем весь масштаб происходящих процессов и можем только прогнозировать, к чему они приведут в итоге. Любые исчерпывающие и объясняющие все концепции, конечно же, не более чем гипотезы. Истинное положение вещей известно очень немногим. В нашем фильме речь пойдет о трагических событиях на русском Юго-Западе, а именно на Украине и, конечно же, в Новороссии. Пожалуй, всякий согласится с тем, что во всем происходящем задействованы силы, определяющие ныне судьбы всего мира. И ставки очень высоки. В нашем фильме мы ни в коем случае не претендуем на то, что сможем раскрыть вам все детали конфликта, все скрытые механизмы, даже обозначить чьи-то интересы. Пообещав нечто подобное, мы были бы неискренни и предложили бы вам всего лишь очередное видение, еще одну концепцию, которых уже сформулировано немало. Мы постараемся изучить украинский кризис, совершенно новый, но самый, пожалуй, важный для христианина точки зрения. Где в этом конфликте высшая правда? И есть ли она? Является ли эта война просто авантюрой правителей, когда за своих хозяев расплачиваются кровью простые люди? Или же мы увидим, что в этой войне есть очевидный агрессор и есть его жертва, вынужденная защищаться? А может быть, все еще сложнее, что если здесь, на Земле, разворачивается извечный конфликт между небом и преисподней, и тогда участие в такой войне обретает особый духовный смысл? Именно на эти вопросы мы постараемся ответить и сами себе, и в первую очередь нашему зрителю. Субтитры создавал DimaTorzok События, о которых мы расскажем, разворачиваются на Земле, имеющей совершенно особое значение для русского народа. Со времен Геродота пределы, известные сегодня как земли Новороссии, были естественной границей цивилизации. В самой далекой древности кочевые народы сталкивались здесь лицом к лицу с представителями земледельчества. Позже здесь пролегала северная граница христианской Айкумены. С возникновением на исторической арене русского государства, дикое поле стало его пограничей, вотчиной степаников и кочевников, потенциальной угрозой для наших предков. После монголо-татарского нашествия здесь пролегало порубежье между южно-русскими княжествами и Ордой. По сути граница христианского мира, но теперь уже южная. Третий Рим пришел на смену второму, центр христианского мира сместился, но его граница снова пролегла здесь. Понадобилось еще несколько веков, прежде чем русское государство овладело этими землями, и они получили, наконец, то славное имя, под которым мы знаем его и сегодня – Новороссия. Возможно, это название могло кануть в лету, остаться лишь на пожелтевших страницах исторических документов. Но исторические события, разворачивающиеся на наших глазах, обещающие нам судьбоносные изменения, вызвали к жизни не только имя Новороссии, но и ее древнюю исконную роль. Новороссия снова стала границей русского мира, и, что более важно, мира христианского. В нашем исследовании мы постараемся показать верность этого тезиса, осознать и понять роль Новороссии как духовного форпоста православия, противостоящего внешней антихристианской угрозе. Сталкиваясь сейчас с выходцами из Украины, ты понимаешь, что эти люди, которые сейчас уезжают в Россию, уезжают в другие страны, уезжают от нищеты, от разрухи, которая пришла с новой силой, с приходом режима Порошенко, ты видишь отсутствие надежды в их глазах. В этом плане Новороссия является уникальной территорией Украины, где, сжав последнюю волю в кулак, жители Новороссии поняли, что они имеют право быть полноправными хозяевами своей земли. Ведь куда ни пойдешь, куда ни ступит твоя нога, это кому-то принадлежит. Это принадлежит одному олигарху, это другому олигарху. Стоит ли говорить, что большинство этих олигархов даже не имеет ничего общего этнически с Украиной, с Новороссией и с Россией тоже. Большинство сходится в том, что война за Новороссию – это война братоубийственная. Брат убивает брата. Остановимся на этом подробнее. Грех братоубийства – это грех Каина. Это с первого взгляда вообще не поддается пониманию, как можно поднять руку на своего сродника, пролить родную кровь. Это может произойти только в том случае, если в нас исчезает само чувство братства. Именно это и произошло на земле, называемой ныне Украиной. Многим памятны стихотворения весьма простой малорусской девушки Насти из Киева. Никогда мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, все вы маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание и золото? А у нас жгут коктейли молотого. А у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания. А у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями. Многие полагают, что стихотворение, написанное на волне протеста против возвращения Крыма, обусловлено конкретным событием. Но это не так. В стихотворении вполне отражена та многолетняя рознь, которая культивировалась в малороссах, заставляя их поверить, что остальные русские люди им не братья. Имя этой розни, расколовшей русскую нацию, послужившей причиной многих бед и настоящей войны, украинства. О том, как это украинство возникло, кем и для чего оно культивировалось, мы вам сегодня расскажем. Русская нация, сложившаяся из восточнославянских племен к X веку, на протяжении многих столетий оставалась единым целым, объединенной единой верой, единой церковью, языком, культурой и обычаями. Возникла и распалась, как форма государственности, Киевская Русь, но и феодальная раздробленность, и междоусобные распри между князьями не смогли разрушить единство русского народа. И Киев, и Суздаль, и Новгород были центрами княжеств, каждая из которых являлась одинаково русским. Даже монголо-татарское нашествие и последовавшее за ним иго, причинив русскому народу чудовищный урон, не могло уничтожить его национального единства. Будущий разлом, расколовший впоследствии единый русский народ, обозначился лишь в связи с польско-литовской экспансией, когда целые области, населенные русскими людьми, оказались под властью иноплеменников и иноверцев. Впрочем, и тогда русские люди, даже под властью чужих государей, сохраняли свою идентичность, держась православной веры, не забывая своего языка, сохраняя традиции. В это же время за обширными русскими областями, пребывающими под властью поляков, закрепилось название Малой Руси, которая и по сей день является единственно верным и исторически обоснованным. В польско-литовских войнах с Москвой русских людей неоднократно принуждали убивать своих братьев и единоверцев, выступая при этом под чужими знаменами, обслуживая чужие, далеко не русские интересы. Однако и это не могло отнять у малоросов их национального самосознания. История Польши отмечена неоднократными попытками русских областей отстоять свою независимость, воссоединившись с братьями на Востоке. Увенчалось это национально-освободительное движение эпохальным по своему значению событиям Переяславской Радой. Русские казаки, чей свободный дух воспет Гоголем в его Тарасе Бульбе, стяжали свою свободу и добились объединения Великой и Малой Руси в рамках единой русской державы. И сказал Гетман ко всему народу, «Живем без государя в нашей земле, в беспрестанных бранях и кровопролитиях сгонителей и враги нашими, хотящими искоренить и церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в земли нашей, что уже вельми нам всем докучило. А православный, христианский, великий государь, царь восточный, есть с нами единого благочестия греческого закона, единого исповедания, едино есми, тело церкви православием великие России, главу имущей Иисуса Христа. «Будет так, а да Господь Бог наш сукрепит под Его царскую крепкую рукою, а народ по нем вси единогласного запили. Боже, утверди, Боже, укрепи, чтобы есми во веки все едино были». Из статейного списка российских послов в Переяславле. С тех пор малороссы, как и прежде, полностью осознавали себя русскими, при том, что на своей земле они смогли создать уникальную и неповторимую культуру, традиции и фольклор, которые до сих пор отличают их среди прочих представителей русского мира. Беда пришла с территорий, которые так и не были присоединены к России в 17 веке. Речь идет о западных областях современной Украины, которые после упразднения Польши оказались под властью Австро-Венгерской империи. Там, как и в Малой Руси, исторически жили русские или русины. И именно это стало проблемой для империи, враждебной русскому государству. Вступая в противоборство с Россией, Австро-Венгрия понимала, что в ее восточных областях живет тот же самый русский народ. И, конечно же, видела в этом угрозу для своих земель. Если проводить аналогии современной ситуации, то для Австро-Венгрии Галичина оказалась тем же, чем Донбасс оказался для Украины сегодня. В итоге австрийцами было решено взять курс на создание в Галичине нового, уже не русского народа. Народа под названием украинцы. Именно здесь лежит корень того зла, с которым мы имеем дело сегодня. Грех междоусобной розни, братской ненависти, источник таких строк, как «никогда мы не будем братьями». Теория украинства к тому времени была уже подготовлена поляками. Именно поляки, веками угнетавшие Малую Русь, даже потеряв над нею власть, не успокоились и не отказались от своих претензий. Но взялись сочинять для малоросов их собственную историю. Само это обстоятельство уже выглядит оскорбительным. Поляки и украинцы на протяжении долгих веков ненавидели друг друга. И это понятно почему. Потому что в те времена, когда часть современной Украины входила в состав польско-литовского государства, Речи Посполитой, польская шляхта украинцев, казаков, вообще всех тех, кто проживал на этих землях, нещадно эксплуатировали, презирали, считали их рабами, быдлом, людьми второго сорта. Поэтому никакой любви между украинцами и поляками на протяжении веков не было. Но в 19 веке, когда земли западной Украины, западной окраины входили в состав Австро-Венгрии, то там родилась мысль использовать вот эту вот польскую ненависть и презрение к украинцам, ну и к русским, естественно. Для того, чтобы сделать из украинского мировоззрения своего рода информационное оружие для борьбы с русским народом и российским государством. И вся концепция украинства, она формулировалась, кстати говоря, не только поляками, в значительной мере она формулировалась и представителями австрийской администрации. Она вся была заточена и предназначена и изначально сконструирована таким образом, чтобы стать стержнем информационной борьбы против русского народа, российского государства, чтобы создать мировоззренческие основы для русофобии, создать, так сказать, псевдоисторические и псевдонаучные основы для того, чтобы украинцы могли почувствовать, что их эта вековая вражда к москалям, она на самом деле не является следствием того, что когда-то предки нынешних украинцев стали клетвопреступниками, вероотступниками и изменниками великого русского дела, а что Анапа имеет под собой некое, так сказать, историческое и научное обоснование. Это совершенно искусственный концепт, который был сформулирован в 19 веке для того, чтобы стать орудием борьбы против русского народа и российского государства. Задача Запада, понятие Запад в разные годы, оно менялось. С одной стороны, это были тефтоны, крестоносцы, с другой стороны, речь Посполитая, с четвертой стороны, там, шведы, потом, значит, нефашистская Германия, сейчас Америка, глобализаторы американские, но это можно обобщить под единым понятием Запад. И этот Запад пытался захватить Россию, перевербовать ее, перекодировать сознание под свой лад, латинизировать в том числе. Вот поэтому польская интеллигенция, спецслужбы Австро-Венгрии, немецкие спецслужбы, ныне американские спецслужбы действовали примерно по одному и тому же сценарию. Изменить сознание южно-русского народа, южной части единого русского народа. Ведь вообще раньше, в древности, существовало единое понятие Русь. Племена были разные, Русь была единая. Вот тоже 17 век. Да, большинство русинов полагали, что они идентичны с московским русином. А раз идентичны, нам, естественно, быть вместе. Это была очень популярная идеология. Почему Богдан Хмельницкий, который вечно метался между крымским ханом, турецким султаном, польским королем, московским царем, почему он так легко разыграл эту карту? Ну, чтобы были люди, поддерживавшие эту идею. Их было много. Но когда из Москвы понаехали дьяки и воеводы и стали наводить свои правила, вдруг местные русины обнаружили, да нет, мы с ними другие. И появился казачий полковник Горобянко, который четко говорил, что от Скифа происходит московитый. А мы не московитые, мы русины, мы от Сармата. То есть такие забавные мифологические корни стал находить, другие как бы для украинцев. И если брать 17-18 века, часть тех, кого мы назвали бы сейчас украинцами, называются поляками, а не католики. Все очень просто. Принимая католицизм, они как бы становятся поляками. Здесь я же трошки вишневецкие, явно католики и поляки. Часть посада, особенно люди, имеющиеся в ходу собственности, униаты, они уже создают себя частью от народа. А основная масса крестьян, она совершенно считает себя отдельными от русинов и от русских. В 19 веке несколько польских писателей разработали концепцию, в соответствии с которой великоросы, то есть жители Великой Руси, на самом деле не являются родственниками малоросам или украинцам. Такая одиозная личность, как Францисек Духинский, довелся до совершенного абсурда, объявив, что великоросы на самом деле являются не славянами, а некими туранцами, и наименование русских они себе буквально присвоили. По счастью, в то время научные круги таких инсинуаций не восприняли. С прискорбием можно только отметить, что сходные мысли актуальны и для современных сторонников украинства. Так, украинский политолог Олег Соскин высказал в адрес России следующее. Мы славяне, арии, скифы, мы Русь, а ваша территория, извините, это финно-угорская, тюркская территория с совершенно другой этничностью и другим языком, который к нашему славянскому, русскому никакого отношения не имеет. Впрочем, для самих малоросов эти изыскания поляков долгое время оставались неизвестны. Термин «украинский» вместо «русский» появился в обиходе галецкой молодежи только с 1863 года. Его принес с собой поляк Паулин Свинцицкий, получивший место преподавателя в Львовской гимназии и издававший собственный журнал, в котором и проповедовалась эта подмена с русского на украинский. Профессор Берлинского университета Александр Брикнер пишет в 1904 году «Наши русины-галичане не знаю, каким чудом превратились в украинцев. Я с удивлением читал и глазам своим не верил, что на прошлой неделе украинская молодежь была у ректора Львовского университета. Каким чудом была эта украинская молодежь? Так же само, таким самым фантастическим правом она могла бы назвать себя Волынской, Польской, Подольской, Казацкой, Гайдематской и так далее. Всех этих терминов не знает никакая история. Но было бы больше оснований употребить их, чем этот свеженький, менее всего исторический и более всего самовольный, украинский. Откуда вообще взялось это слово «Украина» и как оно было соотнесено с малоросами? В народных песнях словом «Украина» называется именно не вся территория нынешней Украины. Допустим, ни Галиция, ни Закарпаттия, ни Волынь, а именно те дикие степи, не освоенные поляками, те окраины, куда уходили на волю русские люди и становились казаками. И в малороссийских песнях, это можно прочитать, тексты этих песен приводил в своей книге «Ще то есть украинофильство» Филипп Свистун, это галецко-русский писатель. В этих песнях понятие «Украина» связывается с некой волей. То есть на Вкраине люди были свободны от власти панщина, от власти поляков. Там они могли быть вольными казаками и вольными русскими людьми, и свободно исповедовать православную веру. Я не филолог и не историк, но здравый смысл подсказывает, что идея некоторых украинствующих субъектов, которые утверждают, что Украина – это страна, бессмысленно. Есть сербская краина, действительно, сербская страна. Могут быть иные краины, но краинская краина, если не называется страна страной, поэтому, конечно же, Украина – это окраина, окраина Руси, населенная малороссами. Это абсолютно понятно и логично. Если брать реальную этимологию слова, то это окраина. По каким-то непонятным до конца причинам О и У слова окраина, украина, в средневековой версии русского языка, если угодно, русинского языка, легко менялись местами. В Великороссии знали массу украин. Это были южные Украины, там сейчас находится Орловская, Курская области. Это был самый юг, Терек, Северный Кавказ. Это была Украина, такая юго-западная граница Руси, Московской Руси. Это была Сибирь, Север, Архангельс, например, тоже был часто Украиной, потому что там Россия кончалась. В Великом Княжестве Литовском и Русском слово использовали точно так же. Когда в 1569 году часть Великого Княжества Литовского и Русского ушла под коронные земли Польши, это стало Украиной. Отсюда, пожалуй, первое вообще упоминание, такое стабильное, Украины как именно данной территории. То есть конец 16 века, не раньше. Поляки тоже называли Украиной. И под Украиной вовсе не имелась в виду какая-то одна земля, одна территория. Украины может быть много, неограниченно много. Крым, например, тоже может быть Украиной с тем же успехом. И даже, скажем, Болгария, чем у меня Украина, Дунайские земли, славяны. Конечно, окраина славянского мира. Соответственно, понятие Украины объединяет не одну какую-то страну, указывает не на одно что-то, а скорее на конгломерат стран. И ведь реально они сложились. Украина – это не одна страна, а несколько. И в этом огромная проблема этой страны. Украина – значит окраина. Это вещь совершенно очевидная даже для обычного человека. И не надо быть филологом для того, чтобы понимать, что именно будучи окраиной великого русского мира, Украина и получила свое значение. Это были те земли на окраине российских государств, русских государств, русских княжеств, впоследствии на окраине Российской империи, которые, собственно говоря, были форпостом в соприкосновении русской православной цивилизации с враждебным западным католическим агрессивным миром. Именно поэтому за Украину на протяжении долгих веков шла такая ожесточенная война из века в век. Впервые слово «Украина» было упомянуто в ипатьевской летописи 1187 года. Конечно же, в основном своем значении. Окраина, пограничная земля. То есть понятие ни в коем случае не этническое, но сугубо территориальное, причем без привязки к конкретной местности. На протяжении веков этот смысл сохраняется. И в летописях упоминаются различные Украины, в том числе Смоленская и Псковская. Украинными городами назывались также Тула, Кашира и Серпухов, а в рамках московского государства существовала Окская Украина. В том же самом территориальном или географическом значении использовали слово «Украина» и «поляки». Украинцами изначально назывались служилые люди, защищавшие пограничные территории, а впоследствии под этим названием подразумевалось вообще все население этих земель, независимо от народности. Поляки, в свою очередь, называли украинцами свою знать на территории Южной Руси. Но никто никогда и не думал обозначать таким образом некий отдельный народ. Украинцев как народа не существовало вплоть до 19 века, пока этот народ не был придуман польскими шарлатанами. Дело оставалось за малым, убедить галецких русинов в том, что они и есть украинцы. Наибольший вклад в создание украинства внес так называемый историк Михаил Грушевский. Не слишком одаренный ученый из Киева, не сумевший реализовать свои амбиции на территории Российской империи, удачно определил конъюнктуру, существовавшую в то время на территории Австро-Венгрии и в 1894 году возглавил кафедру всеобщей истории во Львовском конечно же университете. На профессорской должности Грушевский, финансируемый австрийским государством, начинает масштабную работу по историческому обоснованию украинства, для чего пишет многотомную историю Украины-Руси, которая так и не была им закончена. Игнорируя все неудобные исторические свидетельства, Грушевский с невероятным упорством доказывал то, что добросовестному историку доказано быть не может, что украинцы как народ сложились в древнейшие времена и на протяжении тысячелетий были и оставались украинцами, никак не связанными родством с великороссами. Профессор истории Андрей Иванович Лениченко писал «Меня удивляет не новая схема господина Грушевского, эта новость очень старая, меня удивляет то, что господин Грушевский считает ее научной, то есть объективной, а обычной упрекает в политиканстве, чего не признает за своей. Не нужно, однако, много распространяться о том, что политиканством именно и отличается схема господина Грушевского». В неблагородном труде Грушевского нашли свое завершение все прежние инсинуации на эту тему, о которых мы уже говорили. Несмотря на абсурдность и антинаучность такого труда, он был высоко оценен австро-венгерскими властями и лояльной общественностью. Впрочем, одной только мифологии для насаждения украинства в Галиции было явно недостаточно. По-прежнему основная масса населения в этом регионе отождествляла себя с русским народом и не хотела отказаться от своего исторического имени, разорвать связь поколений, предав память своих русских предков. Первая мировая война развязала руки австро-венгерским властям в их желании искоренить само понятие русского у себя в Галиции. Десятки тысяч галецких русских, отказавшихся называть себя украинцами, были помещены в концентрационные лагеря, где в тяжелейших условиях многие из них погибли. Подверглось истязаниям и было казнено множество русских священников, которые воспринимались австрияками как хранители и проводники национального самосознания, осуществляющие неразрывную связь с остальным русским миром. Примечательно, что подверглись репрессиям в том числе и служители униатской церкви, которые в то время точно так же ощущали себя русскими людьми, в отличие от современных униатов, уже забывших о своих корнях и родстве. Если спросить современного человеку, среднестатистического в России, например, кто стал основателем концлагерей, ну, подавляющее большинство скажет, что концлагеря возникли в гитлеровской Германии. Люди, которые как-то более знакомы с историей, они могут вспомнить, что концлагеря широко использовал Троцкий в то время, когда он командовал Красной Гвардией и туда перемещали огромное количество заложников для того, чтобы активизировать борьбу с белыми движениями. Но, на самом деле, первый концлагерь в Европе был создан австрийскими властями. Это знаменитый Таллергоф. И создан он был для того, чтобы туда переместить из Галиции с Волыни все лояльное российскому государству, Российской империи, население. В самом начале не успела начаться Первая мировая война, как по Западной Украине катком прокатились репрессии. Все люди, которые просто подозревались в лояльности к России, все те люди, которые, во-первых, сами себя причисляли к русской культуре, к русской цивилизации, к православной церкви, и в связи с этим естественным образом симпатизировали России в этой войне, они были просто повально зачищены и перемещены в концентрационный лагерь, в Таллергоф. Да, вот я хочу сказать, подчеркнуть особо, что это преступление перед человечеством, перед Россией, концентрационные лагеря в Таллергофе, которые создавали для русинов австро-венгерские вояки, спецслужбы, руководство, ну, тот же самый Запад, оно еще не расследовано по большому счету, оно не предано суду, еще не судили преступление, ведь там больше 100 тысяч человек было уничтожено. Вот, русинов, которые придерживались русского взгляда, русского мировоззрения, придерживались принципов жизни и единства с великой Россией, и они уничтожались только по факту, потому что они за Русь, потому что они русины и не украинцы. В журнале «Вестник Юго-Западной и Западной России» за 1862 год, это первый выпуск этого журнала, опубликован документ под названием проект о уничтожении православного и униатского вероисповедания и русской народности в Польше, по-моему, он так называется, и даже если мы сомневаемся в подлинности этого документа, но тем не менее все положения, все пункты по борьбе с русской народностью и православием, описанные в этом документе, они выполнены. То есть, действительно, можно предположить, что на территориях Польши и Австро-Венгрии шло планомерное уничтожение русской народности. В результате всех этих действий в Галиции могли жить и чувствовать себя в безопасности только национал-предатели, люди, отрекшиеся от своего родства и братства, с легкостью принявшие навязанное им наименование украинцев. Тем самым была разорвана связь не только с русским народом, но и с целыми поколениями предков, героев и мучеников, которые на протяжении веков под чужеземной короной сохраняли свое имя и веру. В результате этой измены на арене истории и появились украинцы, называющие себя отдельным народом. Когда погибла Российская империя, русский мир на какое-то время практически перестал существовать. Можно сказать, что это был переломный момент, страшнейший кризис для нашего народа, когда люди, веками называвшие себя русскими, стали уничтожать собственные храмы, убивать собственное священство, истреблять лучших представителей нации, надолго погрязнув в кровавой и страшной вакханалии. Именно в этот период, буквально на крови, в убийствах и распрях взросла такая химера, как украинская государственность. В свое время Антон Иванович Деникин говорил, ни о каком украинском независимом государстве не может идти речи. Их лидеры, вчерашние батараки у малорусских сахарозаводчиков и польских магнатов, считают, что государство это село, что они могут его построить, будто вскопать огород после пляшки горилки. Украинство, эталон бахвальства и местечковой ограниченности, не видящей ничего дальше канавы своего хутора. Одновременно взросло несколько вариантов украинского государства, немедленно вступивших в противоборство, но в итоге выжила и вошла в историю одна единственная советская Украина. Именно безбожная советская власть позволила сложиться и оформиться Украинской республики, субъекту, не имеющему исторических корней, основанному на польской концепции украинства, совершенно по своей сути искусственной. И здесь злая ирония. Сегодня украинцы стремятся истребить всякое напоминание о советской эпохе, ненавидят коммунизм, стремясь избавиться от его наследия, крушат памятники Ленину. Понимают ли они, что сама их государственность и есть советское наследие, и именно Ленин должен быть для украинцев национальным героем, отцом-основателем. После возникновения Украины как республики последовало целое десятилетие так называемой коренизации политики советского правительства, когда украинство культивировалось на государственном уровне. Именно в это время было совершенно окончательно забыто освещенное веками имя малоросов. В итоге мы можем заключить, что так называемая украинская нация возникла и сложилась именно в советский период. Вот как скажем в свое время в Боснии и Герцеговине многих сербов заставили принять ислам, они сдались и приняли чуждую сей идентичность и отказались от своих предков. А ведь по большому счету это все равно остается в памяти. Даже вот скажем трансгенерационная психология западная признает, что верит в этот человек, не верит, а память предков на него влияет, память рода. Они предали себя и от этого обозлились на себя же и собственно на сербов. Помните, в 90-е годы говорили, воюют сербы, хорваты и мусульмане. А мусульмане это те же сербы. Вот то же самое покалеченным психически жителям Украины пытались внушить все 90-е годы и вот годы 21 века. Первые. Что вы не русские, но вы самые первые, самые великие люди на земле. И это как бы смягчало психическую травму. Это соблазн, искушение возвыситься, отвергнуть себя самих, но за это получить от агрессора пряник. Вот мы потеряли несколько поколений, вовлеченных в лжеидентичность. Это большая трагедия, это ошибка, это преступление Ельцинского периода. И, к сожалению, даже кроме последнего, может быть, года, последних двух лет, власть России и в 21 веке не предприняла всех необходимых усилий. Дай бог, чтобы это изменилось. Официальной идеологией постсоветской Украины стал разрыв, решительный разрыв со всей многовековой исторической и культурной традицией, которая, собственно говоря, являлась ее корнем. Как бы постсоветская Украина, она как бы в духовном смысле повисла в неком таком безвоздушном пространстве и стала легко доступна для разного рода сектантов и манипуляторов духовных. Это беда. И вот то, что происходит сейчас в Донбассе, в Новороссии, на востоке Украины, в какой-то мере это то горькое лекарство, которое необходимо принять современным русским людям, живущим на Украине, для того, чтобы понять, что без вековых своих духовных корней, без существования в лоне многовековой русской культуры и многовековой исторической традиции, они просто не могут существовать. Так же, как нельзя без воздуха дышать, так же без этой традиции народ полноценно существовать не может. Они должны в массе своей осознать, что беда заключается не в том, что у них пришли к ним западанцы и хотят у них там отобрать имущество, а беда заключается в том, что почти четверть века, на четверть века их лишили родины, веры, их лишили собственной истории, собственной культуры. И пока это все не вернется, точнее сказать, пока они, мы, мы один народ, пока мы все не вернемся в русло этой традиции, мы будем скорбеть, скорбеть и страдать. Ну, если отплясывать, допустим, от оранжевой революции 2004 года, когда первый крупный Майдан был, то мы видели, что его поддержали в основном та, в основном западная Украина, вот, поддержал Запад и поддержало, немного киевлян поддержали этот Майдан. Он был такой в легкой политической форме. За эти 10 лет ничего не было сделано особо со стороны России, со стороны России, со стороны МИДа России, со стороны послов Черномырдина и Зурабова в Киеве для поддержки пророссийских организаций, для поддержки нормального развития единого православного сообщества, да, общины единой. Особо ничего не делалось, вот, православие на Украине в Киеве, оно развивалось в мягкой форме. В мягкой форме почему? Потому что нужно было удержать, вот я знаю, допустим, по Одесской епархии, вот, там союз православных граждан в том числе существовал, в более таком политизированном ключе, добиваться признания, добиваться развития, распространения, миссионерская деятельность. В центре Украины и на Западе там люди внутри православия сдержанно, они понимали, что там более агрессивная общность против них настроена. Впервые звериный оскал украинства обнаружил себя именно во время Великой Отечественной войны. Украинские националисты из западных областей, потомки манкуртов австрийской Галиции, свидетелей истребления русинов с радостью встали на сторону немецко-фашистского агрессора. Всего через неделю после начала войны, когда вермахт занял Львов, в тот же самый день предатели приняли торжественный акт провозглашения украинского государства, союзного гитлеровской Германии. Впрочем, все безумие украинской государственности немцы оценили достаточно быстро и с нею было покончено через три месяца. Украинцы умеют выбирать союзников. Отдельного упоминания заслуживает лидер украинских националистов Степан Бандера, которого в современной Украине порочат на место национального героя. Именно этот персонаж был идеологом кровавой Волынской бойни, когда украинцами были вырезаны целые семьи поляков и евреев. Знали ли польские махинаторы, сочинявшие украинство, чем их труд обернется для их собственных соплеменников? Или рассчитывали, что украинцы будут резать только русских? Как бы то ни было, Бандера явил нам, чем чревато украинство. И современные украинские нацисты, действующие в Новороссии, демонстрируют нам, что заветам Бандеры вполне верны. Впрочем, после Великой Победы украинствующих фашистов продолжительное время еще отлавливали по лесам Западенщины. Но в конце концов, эта зараза была пресечена и надолго перешла в стадию ремиссии. Для того, чтобы понять истоки Бандеровщины, нужно вообще обратиться к истории гораздо более древней и глубокой. Нужно понять истоки той ненависти, которую испытывают по отражению к русскому народу и к православной церкви, к российскому государству нынешние западенцы. А в основании этой ненависти лежат корни религиозные, мотивы духовные. В XIII веке князь Даниил Галецкий, который руководил вот этими западными областями, западными окраинами русского мира, которые находились в соприкосновении с враждебным католическим окружением. Он, испугавшись монгольского влияния, принял из рук Папы Римского титу короля всея Руси и таким образом предал свой народ, свою веру, предал своих сородичей, Рюриковичей, в коллективном владении которых тогда находилась вся русская земля. По сути дела он принял решение, будучи современником Александра Невского, он принял прямо противоположное решение. Святой благоверный великий князь Александр Невский, когда встал перед необходимостью борьбы на два фронта с татарами и с западом, справедливо рассудил, что татары, как всякие варвары, они хотят просто денег, они не претендуют на душу русского человека, а вот псы-рыцари и стоявший у них за спиной Ватикан хотели уничтожить самое главное, что есть в нашей жизни. Они посягали на наши православные святыни, на истоки русского самосознания, русской жизни, русского мира, русской цивилизации и культуры. И вот Александр Невский справедливо рассудил, что деньги, грязь, мусор, возьмите, не жалко, а с теми, кто претендует на душу русскую, я буду биться беспощадно, бескомпромиссно до последней капли крови. Даниил Галецкий принял решение прямо противоположное. Желая сохранить власть, имущество, деньги, он сказал, ладно, тут нам важно, чтобы нас эти татары не ограбили. Он пошел и согласился на те условия, которые предъявлял ему мультика. И вот нынешние западенцы являются духовными, ну и по крови тоже, наследниками вот этого страшного преступления, вероотступничества, клятва преступления, предательства исконных своих национальных святых. С новой силой украинство развернулось, когда Советский Союз прекратил свое существование. Оторванной от России впервые за несколько веков, Украина буквально сошла с ума, стремясь сделать этот разрыв необратимым. Некогда созданная поляками Химера стала всеми силами воплощаться в реальность. Флагом Украины были назначены цвета города Львова, австрийской колыбели украинства. Малороссы, русские люди, занялись написанием трудов и учебников, в которых иступленно доказывали, что ни они, ни их предки никогда русскими не были, и что сами русские им вовсе не братья. Так, из учебника по истории для младших классов можно узнать, что древнейший период в истории украинского народа продолжался около 140 тысяч лет. В это время произошли весьма сильные изменения во внешнем облике человека. Другой украинский учебник сообщает, «Уничтожение казацкой государственности, введение российских государственных учреждений, русификация значительной части казацкой старшины вывели Украину из средоточия европейских наций. Российское правительство пыталось превратить украинцев в этническую массу без своих лидеров и исторической памяти, не способную защитить свою культуру, а тем более приумножать и развивать ее». Официальный Петербург стремился сделать украинцев настоящими русскими. С этой целью их лишили правообразования на родном языке, насаждали идею верховенства русского народного духа. Отдельной бедой стала языковая политика украинских властей. Русский язык лишился на Украине статуса государственного языка. Граждан зачастую принуждали говорить на его западном малоросском диалекте, называемом украинской мовы. Поскольку разрыв братских связей и отречение от собственного имени, собственной истории не мог не повлечь и духовной деградации, эти процессы не замедлили сказаться и на церковной жизни. Именно в этот безумный период Малая Русь стала территорией церковного раскола. Возомнив себя нерусским народом, украинцы захотели также создать для себя и нерусскую церковь, которая дала бы некое основание для духовного разрыва с русским миром. То, что таким образом Украина разорвет отношения и со вселенским православием, похоже, украинцев волновало не сильно. Какая государственность, такая и церковность. Таким образом, возник крупнейший раскол. Киевский патриархат во главе с бывшим митрополитом киевским Филаретом Денисенко, который как вор присвоил себя титул патриарха. Рейдерские захваты православных приходов, дискриминация единственной канонической церкви и поддержка раскола со стороны властей стали мрачной украинской реальностью. Так называемый Киевский патриархат, вступив в конкурентную борьбу с канонической церковью, на протяжении двух десятилетий проповедовал ненависть ко всему русскому и московскому. И ответственность за сегодняшнее братоубийство во многом лежит на плечах киевского лжепатриарха. В условиях апостасии отступления от своих духовных истоков на Украине активизировались совершенно уродливые нехристианские секты. Такие, как одиозное белое братство, посольство Божие и известные во всем мире свидетели Яговы. Что касается киевского патриархата, то здесь совершенно та же самая история нынешней псевдометрополит Филарет Растрига Денисенко, который возглавляет эту скоморожью организацию, он ведь был одним из самых вероятных претендентов на кафедру патриарха Московского и всея Руси тогда, 25 лет назад. Но вместо него был избран патриархом Алексей, Алексей II. И это настолько обидело Филарета, который на самом деле история его пребывания в Московской патриархии она, в общем, большого секрета не представляет. Это такой матерый церковный карьерист, такой церковный чиновник, который всегда искал в в этом продвижении по церковной бюрократической лестнице личных корыстных выгод. Ну и вот он так обиделся, он уже, так сказать, примерял на себя клобук патриаршей, так обиделся, что его не избрали, а тут подвернулся как раз распад Советского Союза под руку, и он решил, что лучше быть, как говорил Юлий Цезарь, лучше быть первым в деревне, чем быть вторым в Риме. И вот он решил свою, так сказать, украинскую деревню организовать под маркой так называемого Киевского патриархата. Этот патриархат никем не признан. Разного рода политики, как светский, так и церковный, пытаются использовать его в своих интригах, в своих раскладах, каким-то образом, так сказать, воспользоваться им для достижения своих тоже корыстных политических целей. Но с точки зрения церковной, канонической, духовной, это абсолютная бессмыслица. этот псевдо-патриархат, он не признан ни одной из каноничных церквей. Остается только пожалеть тех людей, которых обманом увлекли с пути спасения, вырвали с корнем из лонов, из спасительных недр православной церкви ради своих выгод и переместили вот в это страшное безблагодатное сборище, в котором человек, если он не покинет его, не раскается в своем пребывании, он не минуем его могиле. А то там построили какой-то молельный дом сектантский, там то яговисты, то протестанты, то баптисты, вот, и редкое явление было, когда возрождались православные храмы. ну, для меня тогда так казалось, да, не знаю, на самом деле большой статистики, я не знаю, но по менталитету, по расколу украинского общества, который произошел за эти 23-24 года, а даже раньше началось все, даже все раньше началось, мы видим, что единой общины нет, и очень много, очень много наплодилось сект, очень много на Украине, видимо, удар был Запада, нанесен по слабому звену, они уже тогда планировали из Украины сделать идеологический плацдарм, подчиненный Западу, потому что в России тоже было такое явление, но не такое интенсивное, видя слабую страну, видя общество, которое можно разворовать не только финансово, этим успехом использовался Коломойский, Аваков, Порошенко и прочие воры прилетели, и те, кто хочет разворовать ее духовно, тут же возродились в общем-то достаточно маргинальные полу-унеадские структуры, которые, собственно говоря, уже потеряли свою необходимость давным-давно, можно сказать, что даже римская церковь не придает большого значения унеадскому ответвлению, ибо они и для православных не свои, и для католиков они не свои также. Унеады настолько ценны в кавычках для Рима, что даже последний кардинал, который им заведовал, уже ушел на покой и нового никто не выбрал. кроме унеадов, которые были главными благословителями резни на Майдане, убийств погромов, которые стояли с крестами и с одной в одной руки и с партетом Бандером в другой руке, видя полную разобщенность, полную дезориентацию общества, прибежали всякие американские и прочие проповедники и сектанты. Я с ужасом обнаружил в Киеве огромные стадионы, которые собираются, ядители Егова, мормоны, прочие сомнительные структуры неопротестантского толка. Ведь это проявление больного общества было хорошо заметно в России, в Советском Союзе в конце 80-х годов, когда Михаил Сергеевич Горбачев активно сливал наше общество вычеркивая вместе с какими-то коммунистическими постулатами в принципе основы нормальной жизни нормального сообщества. Так что я бы сказал, что не секты и язычники убивают Украину, они ее добивают, потому что иммунная система отсутствует, а там, где есть некий духовный СПИД, там уже и вовсю хороводят всевозможного рода мормышки и вирусы, каких только причудливых форм мы их не видели на Украине. Новая, лишенная духовного стержня Украина была идеальной средой для распространения лжеучений, которые расцвели в ней пышным светом. Можно представить, в каких условиях формировались сегодняшние поколения молодых и активных украинцев, которые, с одной стороны, даже представления не имеют о единстве русского мира, а реальной истории своей земли и народа, а с другой стороны, приученные к религиозному хаосу, безумные мешанини, истечений и толков, оторванные от русской православной цивилизации малоросы, стали легкой жертвой для новой культурной и политической интервенции Запада. Русофобия, заложенная в саму концепцию украинства, исторически была тем рычагом, которому не могли не прибегнуть враги России. Но если прежде украинство использовалось поляками, австрийцами и немцами, то сегодня вызов русскому миру на его окраине бросил гораздо более могущественный противник. Весь антихристианский западный мир. И несчастные украинцы, соблазненные обещанием легкой и сытой жизни, подогреваемые в своей ненависти к России, снова сделали слепым орудием в чужих руках. Современный украинский кризис развернулся как при прямой поддержке и финансировании Запада в центре Киева развернулось массовое обеснование, названное Майданом. Нечто такое, чем современные украинцы гордятся, а по факту массовые беспорядки, вандализм, грабежи и убийства. На глазах у всего мира центр красивого, светлого города превратился в подобие пылающего Мордора, населенного орками. В интервью СНН Барак Обама откровенно признался, Путина застали врасплох протесты на Майдане, а также бегство Януковича после того, как мы выступили посредником в переходе власти на Украине. А госсекретарь Виктория Нуланд во время событий на Майдане заявила, «Мы вложили более 5 миллиардов долларов, чтобы помочь украинцам в достижении этих и других целей, которые обеспечат безопасную, процветающую и демократическую Украину». Тогда на Украине, кажется, был открыт портал ВАД, и из него изверглись все известные демоны. Это духи фашистской гордыни и майданной праздности, демоны европейского разврата, западной алчности и чревоугодия, бесы братоубийственной ненависти. А теперь уже и духи отчаяния. Люди на Майдане иступленно, забыв про сон и отдых, провозглашали разрыв исторических связей с Россией и ассоциацию с западным миром. Именно на волне этого беснования явили себя миру украинские радикалы, объединившиеся под красно-черными знаменами правого сектора. Будучи локомотивом ненависти и насилия, они стали настоящими выразителями украинства, именно такого, каким оно было когда-то задумано. И всем стало ясно, что украинец это русский, ненавидящий все русское. Завершился Майдан кровавым жертвоприношением в феврале 2014 года, когда для повышения градуса ненависти руководители восстания решили пожертвовать сотни рядовых майданщиков. А после того, как пролилась кровь, совершился государственный переворот, и к власти пришли истинные повелители Майдана, называемые хунтой. О нет, среди них не было ни одного украинского нациста. Бойцы из правого сектора, как холопы, предназначенные исключительно для грязной работы, свою задачу выполнили. Никакой власти для них не было предусмотрено изначально. У власти оказались те, кто напрямую получает указания от своих западных хозяев, от истинных врагов России. Если мы говорим о духовном смысле событий, нам нужно пристальнее рассмотреть, какие люди оказались у власти в стране, которая исторически является русской и православной. Президент так называемой Украины Петр Порошенко позиционирует себя православным, причем чадом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Однако в Святую Пасху 2014 года он причастился в униадской греко-католической церкви, публично предав православие. Премьер-министр Арсений Яценюк был изобличен в том, что имеет высокую степень посвящения в идиознейшей секте саентологов, хотя по его собственным словам он является униатом, как и Порошенко. В любом случае к православию точно так же никакого отношения не имеет. Нынешний секретарь СНБО, а на момент захвата власти исполняющий обязанности президента Александр Турчинов вообще является пастором в неопятидесятнической секте слова жизни. Будучи крещенным в православной церкви в 1993 году, уже через 6 лет он предал православие и перекрестился у неопятидесятников. Теперь, находясь в жутчайшей духовной прелести, этот вероотступник беснуется ложной гласолалией и проповедует ересь. Арсен Аваков, оказавшийся министром внутренних дел, инициировавший включение в систему МВД радикалов и нацистов из правого сектора, также православным не является, причисляя себя к армянской церкви. Нельзя не обойти вниманием гражданина Израиля Игоря Коломойского, сыгравшего заметную роль в государственном перевороте и в результате возглавившего Днепропетровскую область. Именно он создал отряды из украинских радикалов, именно он был инициатором Одесского Холокоста и одним из спонсоров геноцида русских на Донбассе. По вероисповеданию Коломойский Иудей. Как мы видим, во главе украинства сегодня нет православных христиан. Может ли это быть случайным фактом, когда мы говорим о духовном аспекте происходящей войны? Как показало время, приход хунты к власти был настоящей трагедией для граждан так называемой Украины и огромным горем для всего русского народа. На Украине только к тому, что мы говорили, возникает, вы правы, еще одна очень интересная ситуация, когда украинцами управляют неукраинцы. И это тоже чревато множеством разнообразных бедствий. В качестве, опять же, яркого примера Тимошенко. Посмотрите, какое искусственное существо. Имиджмейкере придумали эти легендарные косички. Как бы украинские. Она говорит на какой-то странной версии украинского языка. Но это армянская еврейка. И даже ее украинская речь, она очень странная, граммофонная. Так говорит ребенок лет трех, который не умеет еще при правильном говорении придавать своей речи нужной эмоциональной окраске. Кровь Майдана поблекла на фоне последовавшей войны. Наверное, не было бы таких катастрофических последствий, если бы на Украине жили только украинцы. И можно было бы смириться с таким цивилизационным выбором этого молодого государства. В конце концов, никого нельзя заставить любить Россию, никого нельзя заставить быть христианином. Если бы не одно но, когда советская власть создавала эту самую искусственную Украину, она включила в ее состав обширные области, исторически населенные нашими русскими братьями, не отказавшимися от своей веры, от своих предков, от своей истории. Таким людям, очевидно, не нашлось места в Украине с ее ненавистью ко всему, что может быть названо русским, с ее холопским преклонением перед Западом. И украинская хунта решила от этих людей просто избавиться. Начался русский геноцид, первым актом которого было массовое сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. Сожжение остервенелое, зверское, до сих пор украинцами не раскаянное. После Одессы всем стало ясно, что ждет русский Донбасс, если его народ не будет сражаться за себя и за свою землю. Украинцы создали себе настоящего кровожадного идола из химеры украинского государства. И, как оказалось, они готовы приносить этому идолу любые жертвы. Убивать женщин и детей, морить стариков голодом, разрушать больницы и детские дома. Во имя своего идола они готовы истребить в своей стране всякого, кто этому идолу поклониться не хочет. И даже свои собственные жизни украинцы готовы положить на его алтарь. Украинцы давно забыли, попрали русское братство. Они не помнят о своих предках и их заветах, не думают они и о спасении своей души. Украина для них понаду все. Осознать украинство как форму идолослужения сегодня крайне важно для того, чтобы правильно оценить суть всего происходящего. на Майдане общество поддалось искушению. Пришел сатана точно так же, как он пришел к спасителю во время его поста и сказал я дам тебе все блага мира. Европа, интеграция, цивилизация, кредиты, денег будет куча. Все это произносил сатана подступив к спасителю, но спаситель сказал отойди от меня ты отец лжи. Украинцы не смогли сказать отойди от меня они поклонились сатане и в результате отец обмана обманул их поклонившись они бросились вниз с этой горы но вместо ангелов их никто не поддержал и они упали разбились и сейчас они находятся в состоянии полного духовного опустошения. Поскольку борьба против русского самосознания на землях нынешней Украины началась наверное можно датой начала этой борьбы поставить Брестскую унию то тут неудивительно что украинствующие отказываются от православия как от русской веры и для них действительно можно сказать что для украинствующих идея Украины оказывается действительно наверное неким идолом в жертву которому они приносят не только свое национальное народное самоопределение что не так страшно на самом деле они приносят в жертву этому идолу свою православную веру то есть уходя в унию в католичество и ныне в разнообразные секты как это мы можем видеть по истории современной Украины сегодня многие обвиняют киевские власти в том что они не захотели услышать голоса русских сограждан и именно поэтому разразился конфликт но если мы посмотрим на то что украинцы делают мы поймем что для них не то что голоса для них сами жизни русских ничего не значит в итоге как мы видим целая страна под властью антиправославной хунты превратилась в страну погрязшую в кровавом идолослужении и братоубийстве целая страна оказалась отдана силам ада в такой ситуации противостоять украинству по мере своих сил становится не просто долгом каждого русского но и каждого православного христианина вообще слава богу что народ Донбасса не склонился перед украинской химерой и поднялся на свою защиту русские люди веками жившие на своей земле осознав в какой Украине им предложено жить и какова будет цена подняли в небо знамя Новороссии во имя веры и братства во имя свободы как и много веков тому назад земли Новороссии снова оказались порубежьем границей христианского мира и фронтом противоборствующих цивилизаций а там где христианский мир сталкивается с нехристианским сражаются уже не просто люди сражается небо и преисподнее и благодарение Богу что россияне не остались в стороне не отдали своих братьев на растерзание безбожной украинской власти пусть Господь благословит русских добровольцев которые не ради денег и не ради суетной славы а только из христианского братолюбия защищают людей в Новороссии пусть Божье благословение будет на каждом кто поддержал и поддерживает Новороссию в тяжелое время борьбы за ее независимость за право оставаться русской землей такова история и суть происходящей сегодня войны в следующей части нашего фильма мы намерены показать вам все то что происходит сегодня на фронтах Новороссии чтобы вы воочию увидели как украинцы пытаются изгнать или истребить русский православный народ с его родной земли как заповедано Господом нашим Иисусом Христом мы будем искать правды добиваться ее и делиться ею с вами ибо не в силе Бог а в правде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok